Всем привет! Сегодня покажу, как правильно приготовить картофельное пюре. Вот я уже приготовила в кастрюльке очищенную картошку, порезанную половинками, с добавлением соли и обязательно лавровый лист. Пару штучек можно туда бросить, когда варите, для привкуса. Кто-то добавляет даже куриный бульон маги, ну или там другой какой-то. Кому как нравится. Я не люблю с бульоном, я просто добавляю лавровый лист и соль. Все, отвариваю, делаю пюре. Излишнюю влагу, излишнюю жидкость я вот слила. По мере добавления, приготовления пюре, можно, когда вы толкушкой мнете его, можно добавлять вот этот бульончик, так скажем, картофельный, водичку картофельную, то есть, чтобы пюрешка у нас была не сильно густая и хорошо толклась. Тем временем я вот здесь вот жарю сейчас на плите лук. Жарю я его на растительном масле плюс сливочное масло, то есть обязательно двойное сочетание. Если сделать просто на растительном масле, то будет не очень вкусно. А вот сливочное масло, оно когда пережаривается, оно становится как топленое. И даже вот можно немножко еще убавить, чуть-чуть, пусть оно так потушится, так скажем. Немножко поджаривается оно уже, вот смотрите, и заодно потушится, то есть чтобы не пригорело, но пожарилось, чтобы лучок был мягенький. И потом уже будем добавлять в картофельное пюре и все вместе будем толочь. Но сначала нужно вот прям довести до готовности лучок, чтобы он не был жестким. Так вот он сейчас потомится здесь. Вот именно сливочное масло, ну кашу маслом не испортишь, так скажем. Сливочного масла нужно класть побольше, где-то может быть даже полпачки. Ну кому как нравится, но именно сливочное масло придает очень вкусный привкус картофельным пюре. И потом уже я буду накладывать на тарелочку и с добавлением, вот сегодня у нас будет рыбка, например, вот такая вот в баночке. Можно сосисочку, можно котлетку, то есть это уже гуляш можно мясной. То есть это уже по вашему желанию, как вы хотите. То есть так и добавляйте, то и добавляйте, что вам нравится. Вот сейчас вот я до конца сделаю и вам покажу, какое пюре получится. Лука тоже не жалейте, потому что лук, он именно жареный лук придает привкус картофельному пюре. Поэтому я беру прям большую такую луковицу и обжариваю, мелко нарезаю и обжариваю его до готовности. Главное его не пережарить, чтобы он не был таким горелым, чтобы привкус был вкусный. И тем самым у нас кипит сливочное масло, оно как бы превращается в топленое такое вкусное масло. Также вместо вот этого вот отвара картофельного можно добавить сливки. Это будет еще вкуснее. Конечно, это будет немножко калорийнее, но все равно вкус будет намного вкуснее у картошечки. Или молочко. Но молочко обязательно должно быть кипяченое или постерилизованное. Я все-таки немножко еще прибавила газку, так скажем, но у меня плитка электрическая. И вот смотрите, уже лучок приобретает такой, я его периодически так вот помешиваю силиконовой лопаточкой, он уже приобретает такой золотистый цвет. И скоро мы его будем уже добавлять в картошечку. То есть все, практически он уже почти готов. Даже сейчас еще немножко убавлю и пусть немножко потушится, чуть-чуть, капельку. И все, почти готов уже. Вот смотрите, видите, золотистый цвет. Обязательно хорошенько помешивайте лопаточкой, чтобы он равноберно прожарился. Все, я выключаю и добавляю вот так вот в нашу картошечку. Сейчас мы толкушкой все это перемнем, перемешаем. Если надо будет, еще немножечко добавим бульончик, вот этот картофельный отвар. Если у нас будет густовато. Вот сейчас вот так вот все перетолчу. Масло даст свой вкус, очень вкусный. Лучок отдаст свой привкус. Хорошенько-хорошенько надо перетолочь. Ну вот, посмотрите, вот такая вот картошечка поусилилась, вот такая вот консистенция. Можно даже добавить еще бульончик, кто любит по жиже, кто по гуще. То есть все по-разному. И теперь уже накладываем в тарелочку. Вот так вот. И добавляем рыбку или мясо. Все, что хотите. Всем приятного аппетита! Желаю подписываться на мой канал. Буду рассказывать много интересного. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok